Несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом по стране, Одесский морской порт за 9 месяцев этого года показал неплохую динамику грузопереработки. Так, через его причалы уже прошло больше 18,5 миллионов тонн грузов. Этот показатель всего лишь на 2% ниже прошлогоднего. Впрочем, переработка, например, контейнеров возросла в разы. Больше об этом знает мой коллега Сергей Бандур. С частными стивидорными операторами за 9 месяцев 2016 года в Одесском порту было обработано 18,6 миллионов тонн, что, к сожалению, на 2% ниже показателя предыдущего года. Этот показатель у нас немножко выше, чем в среднем по стране. Среднее падение по Украине минус 10%. Михаил Соколов честно обрисовывает ситуацию. Экономическое положение в стране сложное. На работе порта оно тоже отражается. Правда, отставание в 2% это не критично. Изначально в плане был заложен спад на все 7. Впрочем, похвастаться портовикам тоже есть чем. Поток некоторых грузов увеличился существенно. По контейнерам вообще наблюдается замечательный рост в 34% относительно предыдущего года. По контейнерам мы занимаем 71% удельно в перевалке всей страны. Также лидирует Одесский порт по перевалке нефтепродуктов с показателем в 340 тысяч тонн. И находится на втором месте в стране по количеству перевалки зерна почти 6 миллионов тонн. Так что, несмотря на все проблемы, порт остается одним из немногих стабильных предприятий региона. За 9 месяцев финансовый результат администрации порта составил плюс 630 миллионов гривен. Отчисление в бюджеты всех уровней предприятий и государственной, и частной формы собственности на территории порта, либо технологически связанные с портом, порядка 1 миллиарда гривен. Также, по словам Михаила Соколова, продолжается привлечение частных инвестиций в портовые мощности. С начала года их общая сумма составила больше миллиарда гривен. Сергей Бандур, Алексей Филиппов, 7 канал.